Юр, скажи, сколько должен зарабатывать нормальный мужик? Нормальный мужик должен быть нормальным мужиком. И здесь дело не в деньгах, а в дело мужской энергии. Нормальный мужик, когда дает слово, он держит его. Нормальный мужик, если он забирает деньги в долг, он возвращает. Нормальный мужик, в нем нет женской энергии. Хочу это, не хочу это. Хочу это, не хочу это. Буду, не буду. Нормальный мужик говорит и делает Поэтому сколько зарабатывает нормальный мужик, это не важно Главное, что нормальный мужик, это нормальный мужик Поэтому в погоне за деньгами очень часто из нас перестают быть нормальными мужиками И суетятся, обманывают, смотрят влажными глазами и горящими глазами И держат деньги вот так У них трясутся руки Нормальный мужик не держит деньги вот так Он не меняется от количества денег Он остается нормальным мужиком Поэтому нормальный мужик Это сбалансированная энергия Вы представляете, что в больших городах Нужны большие суммы денег А где-то в Косковской области живет Кузьмич Который довольствуется малым Но он нормальный мужик Гораздо лучший, приятный собеседник Чем эти бизнесмены, которые находятся в Москве И где-то угодно Поэтому могу вам привести один пример К одному человеку, очень богатому В Лондоне пришли бизнесмены И он прогнал их и сказал А кто еще пришел? Художник Он говорит, я буду общаться с художниками Поэтому нормальный мужик, он не делит людей У кого больше денег, а у кого меньше Он делит людей По тонким ощущениям Тонким ощущениям это кому лежит душа С кем приятно общаться И от кого идет тепло Поэтому будьте стабильными, будьте сильными И излучайте тепло И не продавайте себя за деньги